Здравствуйте! Снова с вами я, Лена, из студии Хэндворк Декор. Но сегодня видео только для собачников. У меня у Эвки, вот недавно отметили 15 лет, но 9 лет назад, в 2008 году, нас парализовало, ну наполовину, порез называется, от остеохондроза, представляете? Вот мы пролежали 21 день. Кто только мне не говорил, усыпи, усыпи, усыпи. Вот мы пролежали 21 день, встали и прожили еще 9 лет. Во время паралича мой Эвка не мог сходить сам в туалет. И мне показали, как выдавить мочу. Мне показалось все просто. Когда ночью он стал криком кричать, что он хочет в туалет, а у меня не получается, я вызвала дежурного врача. Эвка-то сходила в туалет, но я заплатила за это 2,5 тысячи. Я еще потом всем рассказывала, что я никогда так дорого в туалет не ходила, как моя собака. И как только я заплатила 2,5 тысячи, я сразу же научилась выдавливать из мочевого пузыря мочу. Сейчас Эвка не ходит уже от старости. А носить только, чтобы сходить по маленькому на улицу тяжело. И вот я так вот минимизировала гуляние до одного раза. Днем я, вот утром и ночью я по старой памяти выдавливаю мочу. Я сняла это видео, чтобы Галине показать. Потому что у нее проблема с собакой, 16-летней, весит, Патрик, 40 килограмм. И носить его постоянно на улицу, только чтобы сходить в туалет, очень тяжело женщине. Эта проблема может возникнуть до любого. Я решила, что надо показать всем. Значит, единственный инструмент здесь, вот ваш кулачок. Сейчас все покажу. Значит, не бойтесь. Я, когда вот 9 лет назад боялась выдавливать, сказала доктору, ой, я боюсь, что лопнет мочевой пузырь. Он за мной смеялся, восмеялся и сказал, что это невозможно. Вот. У меня сил не хватит. Посмотрите, как выдавливать мочу. Потом я вам расскажу, как, что сделать, если еще и надо по-большому сходить. Кладем ребенка на пол. Я правша, значит, я его кладу на правый бок, левым кверху. Приготовили тазик и тряпочку. Подставили тазик. Теперь складываем кулачок вот так. И вот этим местом мы будем искать мочевой пузырь и выдавливать. Вот такими движениями мы будем искать, так, покачивающими. Вот. Так. Все мы приготовились. Теперь прощупываем. Сильно не давим сначала. Вы почувствуете, такой, как мешочек. Так. Вот я вот сбоку, вот от ребер. Он такой кругленький. И когда в туалет собака хочет, уже он прощупывается. Вот. И хвостиком завилял. Все, нащупали и давим. Значит, можно... Ой, эвку. Сразу по хвосту собаки будет видно, нашли ничего и пузыри или нет. Он постоянно, как бы, прячется. За раз сразу давить не надо. Вот он прям у меня под кулачком катается. Ну, все. А вот за хвостиком завилял, значит, папайя. Вот он куда, наверх ушел. Вообще вот сюда ушел. Вот когда так двигаете, он прям под кулачком туда-сюда ходит. Можно взять этот... Либо перелку постелить, либо мочеприемник. У меня вот с тазиком приноровилась. Когда он опустошится, собака сама покажет, и будет стенка. Ну, прям буквально. Вот я достаточно сильно давлю. Там все у меня уходит. Ой. Он очень крепкий. Тугой. Ну, полилось. Хвостиком повилял, значит, попало. Это еще пыхтит. Все, нету больше. Может, маленько осталось. Зараз не обязательно все сразу выдавливать. Нет, все, больше нет. Отставляем. Все. Все, выливаем бунитаз. Моем тазик. Угу. Эфа, ты доволен? Все, посекали. Можно на диванчик обратно. Вот вы посмотрели, как выдавливать мочу. Вот, значит, пожалуйста, не бойтесь. Вот у меня эфка реагирует. Да, как только я поймаю мочевой пузырь, сразу хвостиком хвостик отставляет, махает. Вот. А когда собака парализована, вы не сможете этого увидеть. Значит, постоянно вот как нашел и дави. Так не надо. То есть, подавил чуть-чуть, он, да и он и мочевой пузырь все время уходит из-под кулака. Вот. Поэтому так можно и вверх. Можно, если он вниз ушел, вниз давить. А теперь я вам скажу, как мы, как в туалет сходить. Значит, когда, ну, 9 лет назад не было лекарства, значит, если вы в человеческой аптеке купите микролакс, это такая микроклизма, вот, ее поставите, ну, зависит от размера вашей собаки. Ну, на собачку обычно, на большую собаку берется доза на человека взрослого. Вот. На средних и маленьких собак, на средних собак берется половинка взрослой дозы. А для маленьких собачек надо детскую дозу брать. Это микролакс. Но есть вот такая еще клизма. Она вообще мощная. То есть, моментально, если особенно собака страдает, или нужно быстро вывести токсины, если у вас собака отравилась, нужно срочно очистить весь кишечник. Ну, кроме того, что вы промываете желудок, да? Значит, вот я вам скажу. Одна часть натрия хлорида 10-процентного сами разводите. То есть, покупаете натрия хлорид в аптеке, смотрите там, какой у него процент, и 10-процентный дел. То есть, одна часть аптечного дел с водой к 10 кипяченой воды, да, разводите. Вот. Уже вот этого разведенного состава вы берете одну часть. Например, вы берете, ну вот, рюмочками я мерила, там, 50-граммовыми. Вот. Потом одну часть перекись водорода 3-процентную и одну часть глицерина. Вот перекись водорода, она, ну, это очень жесткая клизма. Она может сжечь слизистую. Глицерин предотвращает это. Злоупотреблять этой клизмой нельзя. То есть, это только вот в экстренных случаях, когда нужно срочно, а микролапса у вас нет. Вот. Ну, показывать, как ставить клизму собаке я вам не буду. Значит, берете маленькую для микро-спринцовочку. Вот. И обязательно, либо вазелином, либо детским кремом кончик надо намазать. Вот. И вот микролакс не знаю, как работает. Никогда не ставила. А вот эта вот клизма суперская. Вот. Она действует моментально. Поэтому отходите сразу. Сразу. Вот так вот. Если вашу собачку парализовала, не торопитесь ее усыплять. Вы еще сможете поставить ее на ноги. А вот в период паралича, пожалуйста, вы будете признать, как сходить в туалет. А. А это у нас история болезни. Вот как я его завела. Вот 15 лет этой книжечке. Здесь я подшиваю все рецепты, все анализы. Все. Вот описываю, как лекарства принимать. Потому что, когда у вас какая-то похожая ситуация возникает, вы просто берете, открываете и назначение смотрите. Часто собачьи болезни, там всякие, что случается, они очень похожи. Вот. А у вас уже есть и назначение. И всегда доктору показать, как. Такие анализы были до этого. Так что заведите себе историю болезни вашей собачки. Я желаю Галине, ее Патрику долгих лет жизни. Вашим собачкам тоже. Всего доброго. Ваша Лена и Эфа. Ну, напоследок, так, маленькое развлечение. Как же собачка не похвастаться. Так как он у меня лежит на улице на ямре, стало холодно. На земле лежать опасно, потому что можно, пожилая собака может заболеть воспалением легких и умереть. Вот. Поэтому я, например, вынесу вот раз в день. Мы с ним поношу его по газону. Вот. А чтобы свежим воздухом он подышал, я его в машине оборудовала такую микро-конуру, чтобы свежим воздухом дышать. Посмотрите, как мы гуляем. Всего доброго. Вот на улице холодно. На земле не полежишь. Вот мы в багажнике. Вот багажник открыли. Одеяло ватное под себя, на себя. Так вот Эфа гуляет воздухом-то свежим, надо дышать. Ну, мы в комбинезоне еще. Ой, не открываю, не открываю. Да не так холодно, что прям. Главное, что не на земле. Вот, так что. Дома сходили в туалет, а теперь в машине свежим воздухом дышим. Да, Эфа? Нравится? Ой, черное пятно и все. Да, Эфа? Носик. Дыши воздухом, дыши. Какие-нибудь соседи мимо пройдут, говорят с тобой, да? Да. Я хотела другое одеяло, мама не дала. Говорит, вот это мне жалко выбросить. Хорошо, это замечательное. Ватное. Замечательное одеяло. А то верблюжье такое старое, тонкое, но нам от него толку нет. А это очень хорошо. Да. Вот так вот. Всегда можно найти выход, чтобы погулять с собакой. Вот. Ну, если нет машины, что, коляску тогда надо детскую. Так, одеяло заверну и покатил. Летом-то мы когда осенью на набережную-то на машине ездили, зимой можно на набережную встать, открыть, на речку смотреть, там интереснее. Сейчас уже воду дали, уже вода есть. Сейчас воду дали, городской пруд дали воду. Ну, это мы как-нибудь выходной днем съездим, если на работу не пойду. Да, Эфочка? Вот. Вот. Не хочет даже валяться, голову держит. Хорошо. Ветер-то дует, запахи есть. А дома какие запахи? Одно и то же все. А здесь кошка вот пробегала мимо. Под машинами. Ну, все. Так вот и погуляем. Пока.